Девушки отдыхают Забегайте, забегайте К нам присоединятся зрители телеканала Перес Поэтому мы встречаем наших коллег Доброе утро Давайте обозначим еще на телеканале ТВК Тему, на которой сегодня мы Правый берег против левого берега Сейчас будет батл У кого что есть, а у кого чего нет Почему мой берег лучше, чем другой? А из нас всех только два человека отстаивают правый берег А три за левый Тот, кто где там живет, тот там и тот, кто место и хвалит Каждый улик, как говорится На перце включаемся через 5 секунд Поэтому все удобнее, там и смотрите Один, улыбаемся Доброе утро И вот теперь в два раза больше Доброе-доброе Телеканал ТВК и телеканал Перес Программа Новое утро Здравствуйте, друзья Давайте представимся Антон, Саша, Ирина, Вася, Таня Сегодня мы будем говорить на тему, которая интересует Наверняка и волнует всех людей Потому что всегда споры Между тем, на каком берегу лучше жить На левом или на правом Огромное количество людей живет там Огромное количество людей живет здесь Выскажемся по своим позициям сначала Ты за правой? Я, конечно, за правой Он, Антон, чтобы все понимали, на предмостной живет Я считаю, что это не настоящее право Вот Таня На настоящем правом только я живу Да Говорите о плюсах Давай с тебя Да, давай Знаете, нам сейчас не хватает солнца в Абане Знаешь почему? Потому что, когда мы с ним работали Мы в эфире постоянно Вот на эту тему Он терпеть не мог правый берег Он все время хайл правый берег А я его отстаивала Мне приходилось отстаивать правый берег Потому что я там родилась И до сих пор там проживаю Причем в одном и том же районе, Кировском Причем самое главное Он даже в Немногорск ездил через Зеледеево Наверное Самый главный плюс, конечно Такое количество пробок, как на Левом берегу Ты приезжаешь на правый В любое время суток И ты все время приезжаешь почти спокойно Ну, Мичурина, отсутствие А Красраб что, он не стоит разве? Для меня правый это вообще штат Джорджия какой-то То есть для меня это вообще другой другой город Для меня правый берег это две улицы Две-три улицы Это Красраб, Свердловская и 60 лет Октября Это самые насыщенные Но все-таки, если смотреть там, я не знаю Среднесуточную температуру по пробкам Правый берег здесь явно выигрывает Там поспокойнее жить все-таки Но опять же, я живу недалеко от Кузнецовского плато Соответственно, там относительно свежий воздух Ну, сейчас некоторые будут спорить Ага, там рядом цементные, там водники Какой свежий воздух А я вам говорю, у нас ветра Поэтому у нас посвежее Хорошо, Антон Я вам могу привести прекрасный пример От предмостной Если ехать по Вавилово То добраться до МВДЦ Сибирь и июня Можно за 9,5 минут В 6 часов вечера Нет, про пробки я Таню поддержу Потому что вот даже взять наш Назвать это можно околодок, да? Да Копылова, Пушкина, Ладокис-Хавели Катенко Тут вот все в округе улицы Постоянно стоят в пробках Еще один плюс, еще один плюс Знаете какой? Я, например, зима Я выезжаю со своего двора Мой автомобиль показывает Там минус 25 Сюда приезжаю минус 30 Температура разнится на 5 градусов Зимой это важно Климат различается Вообще Краснояр стоит такой На стыке климатических зон Он действительно делится по реке Правый берег он теплее Говорят, что Я разговаривал даже Но это не в пользу, конечно, да, Лева Разговаривал с дачниками Они говорят, что вот там дача У кого на правом берегу Там вызревают лучше ягоды Там какие-то даже помидоры растут лучше Да Ну давайте хотя бы кинотеатром Их восстанемся Что у них один А Леруа Мерлен А Леруа Мерлен А планета А Лера, попробуй до Леруа Мерлен Доехать, например, вот Сладокис Хавелли И попробуй доехать Вы не в то время ездите А, на правом он тоже появится Нет, мы вчера с Антоном Готовились к эфиру И он прям поехал Искать по правому берегу Те места, которыми можно сегодня Козырнуть Да, козырнуть И что? Нашел? Нашел Ребята Сырк Сырк Я не знаю Завод Севинит Бывший в конце концов Акросмаш Акросмаш Аэрокосмический институт Потрясающий Посмотрите, какая там стоит ракета Готовая взлететь А мы в пятером будем болтать Или напомним, что на 90-20 С момента утра Можно присылать свои смс-сообщения Относительно того Какой берег вам больше нравится На каком берегу для вас Больше достопримечательностей И если бы вы сейчас выбирали На каком берегу жить На каком берегу вы бы решили Все-таки купить себе недвижимость На берегу Дуная, может быть На правом явно дешевле На правом дешевле И снимать дешевле Ой, папа На правом берегу есть несколько плюсов Я помню, что Ты, Саша, вообще должен Счастливый отставить Что-то я не понимаю Я просто расскажу, что мне нравится На правом берегу Это дом Грампост-ластинок Мелодия, да? Он там же Аутентичный Компьютерная барахолка Сейчас Раньше пластинки Можно было купить там Или можно было купить их В ДК комбайна строителей Вот это два места Где торговали пластинками Поэтому правый берег Для меня вот в этом смысле Мне очень нравится И район Крастетс Там эти тихие скверики Дворики Очень классные Там реально своя атмосфера Эти парки Да, да, да А я такая Боже, где это? Где там тихие скверики? Примерно то же самое Что у нас есть на улице Баумана Вот где торговый квартал Да Вот эти такие маленькие скверы Очень приятно Вот это мне очень нравится Поэтому не знаю Но я в свою корреспондент Нет, Антон Я в свою корреспондентскую бытность Где только не была В каких только вообще Закутках этого города А вот там не было Да, вот там почему-то Вашей ноги Но я как-то видишь А я как раз Всю свою сознательную жизнь Живу не просто на левом А вот здесь Вот в районе ТВК И поэтому для меня право Мне кажется, я там реально Могу заблудиться Если меня высадить В тихом скверике Я даже не сориентируюсь Нет, я реально за 10 лет В Красноярске до сих пор Вот правый берег Для меня это как Средиземье Да, да Это из тех, которые говорят Ну мы на районе живем Неправда Мне вообще очень нравится Академгородок Вот будь моя воля Я бы там сосредоточил ТВК Еще парочку мест Которые я хожу И там вы вообще Жил не выходили Лавка художника Лавка художника Ребята, вы забываете Об основополагающих улицах Вот там, где бетонка У нас находится Но это же такие районы А бетонка вам чем Основополагала? Как район Звонок от жителя правого берега От жителя левого А когда мы? Может уже будем заниматься? Ну давайте Может быть Какую-нибудь посмотрим Погоду Погоду? Погоду послушаем Дождик ведь у нас Давайте послушаем О погоде прямо сейчас расскажу В Красноярске идет дождь Идти он будет По прогнозам синоптиков Весь сегодняшний день Ветер юго-западный Будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду Давление остановится На отметке 732 миллиметра Ртутного столба И будет тихонько падать В течение этой среды Утром плюс 19 градусов Днем плюс 22 И вечером плюс 16 Прогноз погоды В новом утре Представляет Сибирский фонд сбережений Приумножьте Личные сбережения Ребят Чтобы ни у кого Не возникало вопросов Мы хотим обратить Ваше внимание Что у нас сменилась Аватарка В нашей группе ВКонтакте Выглядит она теперь Вот так вот Вот у нас Аналогичные планшеты Это вот наша Брендированная Так скажем Упаковка Нового утра Вот так То есть не пугайтесь Теперь мы группу Просто назвали Новое утро Уже не важно Там берец ЦВК И вот там будем Активно общаться Сегодня говорим Правый берег Против левого Где вы живете Почему ваш берег лучше Пишите нам Антош Надо Надо пояснить Почему Такая футболка Такая футболка Другой Другой Мой берег Наши пробок Это я написала Передвигаться можно Свободно И еще Очереди в детских садах Быстрее продвигаются На правом берегу У нас есть Бобровый лог Живу я в энергетиках Вот кстати Продетский сад У меня звучит двор Очень долгое время Вот этот маленький Микрорайончик Там на Кутузово Где я живу Застраивался новостройками И тут И у нас долгое время В нашем дворе Таня на деревянной Из базы Страивалась Новостройкой Ты мой Остроумный парень Да 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 Про детский сад Хочу сказать Так вот Очень много новых домов Построено И вот очень долгое время Наш двор Был большой парковкой А теперь там строится Детский сад Причем такими темпами Полтора месяца назад Они вырыли Вот для фундамента яму Это прикольно Нет парковкам Да детским садам Конечно Так и надо Давайте фотографии пока посмотрим Которые мы с Антоном подготовили А у меня тут целая презентация Пока готовятся фотографии Я прочитаю еще смс-сообщение На 90-20 К нам пришло Привет дорогие ведущие Живу на левом Учусь на правом Люблю больше правой Потому что есть трамваи Которые не попадают в пробки Практически Ненавижу Копылова Лишь за односторонний участок До Копыловского моста А как же парк флоры и фауны Пишут нам И столбы Это все правый берег Живу на башеном И менять район не хочу Так пора отстаивать левый берег Мне кажется Для меня Мне кажется Так аргументируйте Левый берег Мне кажется Левый берег Вообще не нуждается в том Чтобы доказывать Что он лучше Мне кажется На приориг Это и так понятно У вас есть шанс доказать Кто-нибудь Нет у нас шуточная презентация Всем известные Шашлычки на набережной Ребята Где у вас на правом Можно отведать таких шашлыков И послушать Живой карабах Шашлыки Купаты Чебляки У нас в высшей гостинице Турист Которая сейчас у Макс Там тоже есть Небольшая набережная И немного Небольшая набережная Небольшая Давайте дальше Подождите А прекрасная Красивая Ну так сказать Набережная За торговым центром Ребята Аутентичная застройка Памятник из отчества Николаевка И Покровка Это Это памятники Архитектуры Сохранились там Вот такие Да На левом берегу Вообще интересно Вот она Николаевка Потому что у нас есть Николаевка Это в центре города Такой частный сектор Где всегда можно Окунуться в то Как жили раньше люди А еще едешь По котлу И смотришь на Николаевку Если дым из труб Столбом Значит холодно Сегодня будет Внимание Иллюминация На мира Все электричество Российство Я надену все лучшее Сразу Это называется Я помню Это по-моему 2008 год был Когда вот это все Включили Мне нравится А у нас был корпоратив Причем после Пойдем с тобой После нового Вам тоже нравится? Мне тоже нравится Нет Ну весело Мне нравились Светящиеся деревья Я чуть не плакал Когда их запретили Вообще класс Вот представляете Когда их запретили Я как раз был в Сингапуре Стоял и смотрел Но точно такие же деревья Я думал Сингапур Хотя бы все белые А у нас все радовались Ураза при телевидении Саша Нет Это вопрос же Ну какой-то эстетики Понимаешь Когда поналепили все А вот здесь еще красный А вот здесь еще зеленый Чем больше лепят Тем больше Потом из этого можно Восстать вкус Вот этими бесконечными Вывесками Нет Там рекламная конструкция А тут поставили Все равно Когда-то это должно было начаться Чем больше этого будет появляться Тем качественнее Это в конце концов станет Нам с Василием Тонким эстетом Кажется, что это перебор Так, все дальше На левом берегу Еще стоит знаменитая пушка Ищители левого бережа Всегда знают Который час Потому что все сигнализации Срабатывают Ну а фото как раз С правым Верх С правым Антон, я повторюсь Презентация шута Все Понял Все Все Так Ну давай Все Теперь отключаем Нет, ну кроме этого Есть стакан Знаменитый В том-то и дело Что левый берег Он более толерантен Ко всему Потому что в центре Всегда собираются И фрики В то же время И какие-то неформалы На правом берегу Это было жестко Я от свое детства помню Это рабочий район Это вообще не приветствовалось Если у тебя там Не по моде что-то одеты Все А мода Три полоски Ребят, у нас есть два телефонных звонка Давайте Наших телезрителей Доброе утро Алло Доброе утро Здрасте Вы представитель какого берега? Только подальше от телевизора Или потише его сделайте Вы будете слышать нас через телефон Алло Вот сейчас Как вас зовут? Дима меня зовут Дима, вы с какого берега? С левого берега Ой, это наша команда Второй зритель у нас Алло Алло Здравствуйте Вы у нас с правого, да? Алло Да, я вас слышу А вы у нас телевизор потише сделаете Или отойдите в другую комнату Вы будете слышать нас через телефон Представляете, как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Наталья Очень приятно, Наталья И вы с правого берега? Нет Я живу на правом берегу В Кировском районе Очень хорошо И бесспорное преимущество правого Перед левым У нас находится Храм Рождества Христова Согласна Который Освещал патриарх Всея Руси Так У нас есть Единственный детский кинотеатр Мечта Так У нас есть Троев ручей У нас Бобровый лог И у нас самое Ну еще много Можно говорить о преимуществах Правого берега Перед левым А самое главное У нас люди на правом берегу Проще и добрее Так Дима Браво Дмитрий 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 А еще какие-то Вы с нами еще Какие еще у нас Какие еще плюсы Какие еще приимущества Мы у Дмитрия А еще Давайте пройдемся по храмам Работ на левом берегу Придется больше Вместе говорят Часовня А посмотрите Какие белочки Возле кинотеатра Детского мечта А какие белочки Воказин Дорогие На левом берегу Можно не только Сходить в церковь И в храмы Можно прекрасно Пошопиться Потому что Крупные торговые Центры Где все правильно На левом берегу А у нас тоже есть Где пошопиться Кто находится Наталья Тоже есть Где пошопиться Наталья Говорит У нас есть Крастец Не надо Крастец У нас есть Торгово-развлекательный Комплекс Купеческий У нас есть Также торговый центр По Крастрабу Есть множество Бутиков И менее Интересных Чем на левом берегу Атмосфера дома Ах Наталья Ах как Торговый На правом берегу Так хорошо То почему Молодежь Правого берега Собирается В центре Ура На левом берегу На набережной На том же Стакане Молодежь С левом берега Едет на правый берег В бобровый лод Я вам сейчас Объясню Даже полицейские Понимают Что правый берег Лучше левого Поэтому они Запретили пить на опере И молодежи Там нет больше Все Правый берег лучше На белом берегу Кровевая библиотека Множество институтов Академгородов СПУ СПУ А где бы были Ваши институты Без цвета Мета СИПГАУ Кто-то сорвался Кто-то остался Ну что, ребята Давайте узнаем Кто сорвался Кто с нами остался Наталья или Дима Дмитрий А вы в каком районе Левого берега живете? В Покровском О, нормально Покровский же теперь Центральный район У меня там половина Друзей живет Это докладер фильма Относительно недалеко Относительно правого берега Конечно На КПЛОВА 50 Сначала заедьте Заберите эти два билета И отправляйтесь в кинотеатр А далее полезная информация От наших партнеров Оставайтесь с нами Если вы любите красивые Стильные сумки То наверняка знаете Что кроется за этими именами Высокое качество изделия Исследование последним тенденциям В женском гардеробе В идеале должно быть Несколько сумок На все случаи жизни По деловой стиль Думаю подойдет Что-то строгое Правильные формы Например из этой коллекции А если вы яркая личность И знаете себе цену Ваш вариант сумка От Майкл Корс Или Джилда Тоннеля Хотя я бы взяла обе Такой аксессуар Как сумка На мой взгляд Должен выглядеть презентабельно Все сумки представлены здесь Из натуральной Качественной кожи И это сразу видно В коллекции В коллекции есть как женские Так и мужские сумки Причем вариантов много Это элегантные портфели Из твердой и мягкой кожи И компактные сумки на ремне Человеку деловому Я бы предложила Пожалуй что-нибудь Из этой коллекции А к сумке подбираем аксессуары Ремни, портмоне И другие важные атрибуты Современного стиля Модные сумки и аксессуары В новом модном салоне Сити Кейс На Перенцона 9 Заходите и выберите себе Новую сумку От Джилда Тоннеля Нерри Кара Ди Григорио Или Доктор Кофер Партнер программы Новое утро Сеть магазинов Эконом, мир Одежда и обувь В розницу По оптовым ценам Доброе утро Дорогие друзья Мы пытаемся передавать Ту атмосферу Которая происходит сейчас на улице Если вы еще не выходили из дома Ты, Стас, бери выше Давай посмотрим на небо На самом деле Весь фронт погодный идет Обычно с северо-западного района И сейчас мы там видим Довольно плотные облака Но потом есть все-таки Какая-то светлая полоска В общем, надеяться на то Что на обещанные синоптиками Кратковременные осадки В течение сегодняшнего дня Все-таки можно Давайте напомним Температурные показатели Утром было плюс 22 Очень тепло Днем до плюс 21 Сейчас погода Немного градусов опустились К вечеру они опустятся До плюс 16 градусов Мы независимо от погоды Желаем вам хорошего утра И напоминаем, что сегодня спорим О том, какой берег Лучше правый или левый И пользует своим погодным преимуществом Скажу, что практически любая погода Начинается с левого берега Так что мы Родоначальники и законодатели Погоды на целый день Продолжаем говорить У нас сегодня тема эфира Левый берег против правого Какой берег лучше, по вашему мнению 90-20 с пометкой утра СМС И еще одна есть у нас Футболка Мы подарим за лучшее Высказывание У нас изменился аватар Нашей группы ВКонтакте Теперь он выглядит вот так Мы называемся теперь Просто новое утро Без указаний на... На каком канале? На каком канале? Кардинальное изменение Давайте о правом береге вам расскажу Давайте Первые фотографии Начнем с остановок Правобережья Из их названий Правый берег Очень классный И очень веселый Только потому, что Вы садитесь и едете Встречаете остановку Наш двор Хороший Доеду до нашего двора Слушай, у нас домики есть Домики И все, чем вы можете похвастаться Есть... Было у людей Тысяча вариантов Как назвать остановку Вот это вот Следующий вариант Вариант покажите Покажите Вариант 999 Остановка Называется Ой, а есть у вас остановки У которых три названия У нас есть Оранжерея Сквер Сурикова Или Площадь революции Три названия Есть детская библиотека Магазин Океан Он же там... Остановка школа А остановка птика У вас есть? Остановка школа на правом больше Чем на левом Следующая остановка Называется Вторчермет Что это пока непонятно Никто... Вторчермет? Вторчермет Вторник чернит Это вторичный металл Да, вторичный Да, понятно Понятно, понятно Вот следующее Интересное Поселок инициаторов То есть инициаторы собрались Сделали поселок свой А у нас есть свой Минитый мэр Сделали остановку Вот, но Есть на правом берегу Улица Где просто нечем Ну, нечем было назвать Остановку И назвали ее вот следующим образом Внимание на экраны Остановка 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 павильон А, ну, точно нормально Из достопримечательностей Только павильон и все Следующий Гидролизный Но это не так интересно Как остановка на улице Одесская Следующую фотографию Включите Она называется Первая фестивальная Вау Знаете, какая остановка Следует за первой фестивальной Вторая фестивальная Включите, пожалуйста, на фотографию Это вторая фестивальная А у нас есть Дальневосточная Там тоже первая Вторая Третья Продольная Это понятно Поперечная Да, да, да У вас фестивальные есть Вы можете только Продреть Фестивали проводятся обычно На левом берегу Карнавал в честь Дня Города День Города Все на левом берегу Давайте дадим слово зрителям Подождите У Антона У меня еще только начало На левом берегу Не так почитают Звездных войн Как на правом Покажите, пожалуйста Остановку на 60 лет октября Лукас О, остановка Лукас Лукас Это все с остановками Вот Ну, как мы уже говорили Следующая фотография У нас на правом берегу Есть целая ракета Хотя на левом Самолет Ой, а политехнический университет Там тоже столько оружия И что, тоже ракета Ракета, кстати, стоит Нет, это все не то Ракета стоит в политехе Она встречает нас С Октябрьского моста С коммунального Если ехать То мы встречаем Предмостную И как раз правый берег Следующая фотография Расположена на 10-рублевой купюре Подождите Часовня налево И что? Убирай часовню И все Смотри, у вас только часовню Нарисовали А у нас весь берег А у нас весь берег нарисовали Весь берег Потому что чтят Ребята, ни одно здание Недострой так долго не появлял Не фигурировало в качестве символа Красноярска Как наш Там котек Ни-Уголь Это самая главная достопримечательность Красноярска Дальше едем На левом берегу Стоит памятник Какому-то непонятному фотографу А у нас памятник Маяковскому Следующая фотография На левом есть памятник Бумажной десятки Ну зачем она вообще? А у нас Настоящим героем Стоит памятник Памятник авганцам у нас стоит Следующий Есть памятник Пьяному человеку Пьяному додумались поставить Человеку с собакой А у нас Похищение Европы Что вы выбираете? Пьяного мужика с собакой Или голую Прекрасно оброженную девушку Мы выбираем Наши памятники У нас их тоже здесь много Понятно У вас пьяницам памятники Едем дальше Антон, подождите ехать А вот нам пишут Или зрители На левом есть остановка Веселые ребята Раз ты уже Да, есть Как хорошо Это ближе к водникам Это ближе к фестивальной Знаешь Еще на правом берегу Вы можете прокатиться На ультрасовременных трамваях Конечно же Куда без них Ну хотя на левом Есть троллейбусы У нас трамваи У нас троллейбусов нет На правом Троллейбусы зло А люди, впрочем, мучаются Которые возле путей живут Сюжетом много раз Они ездят по этим путям Сфотаться можно С бременскими музыкантами Только на правом берегу Съесть настоящий Следующая фотография Съесть настоящий Красбургер Красбургер Купить постельку В магазине Постелька Сходить за продуктами В магазин с названием Гранд 93 Заморочились маркетологи И одеться в магазине Турецкого трикотажа С названием Саманта Саманта Это весь правый берег Класс Саманта Ну не знаю Маловато аргументов Сомнительные аргументы А давайте покажем Вот эту фотографию Можно показать В нашей группе ВКонтакте Если бы разные районы Были девушками Как бы это выглядело Нам прислали Пока я прочитаю То, что пишут нам В группе ВКонтакте Ребята без обид Но на правом Даже люди другие После 21 Там страшно Пишут нам Страшно, да Если ты не свой Даже вам уже До серьезных сидин И, знаете, жива еще Да, ну на машине-то все живые А еще на левом берегу Много концертно-театральных площадок Да подъездная какая-то Такая отсинция С короткими перебежками И филармония И оперный театр И музыкальный театр Мы культурный берег города Пишет нам Наталья Правильно Левый берег лучше На нем нет промышленности Как на правом На правом одни заводы Ну ладно У нас красно Слушай, справедливости ради Покажите фотографию Вот эту Прислали нам Как бы выглядели Если бы девушки были районами Как бы они выглядели Ну вот такая гламурная В феверном Да, шапоголичка В водниках как раз то Что благодаря Попопопоплотанию выжить Почему покровка такая Бита там Ну она не стильная Это перебор Это перебор с покровкой Хипстеры в центре В рощи вот такие девчонки Девчонки почему-то в рощи Вы спешали А где они? Ну и кростет певица На правом на левом Почитаем? Почитаем, конечно Давайте Давайте Ну я начну Давайте подхватить Левый берег лучше правого И тут кинотеатров больше И мест где отдохнуть больше Даже часовня С которой видно весь город Как на ладони Левый берег лучше Пишет нам Лиза Концентрация жизни На правом берегу меньше Чем на левом Следовательно Радиус личного пространства Каждого человека больше Так, я не поняла Это в чью поддержку Концентрация жизни Приезжаешь на правый У тебя Поскольку гаджеты у нас с тобой Мы читаем только за левый берег Я правильно понимаю? Да, да, да Приветствую вас Живу на правом Возле кинотеатра Эпицентр Мечтаю переехать на левый район Взлетка Ведь на левом Совсем все по-другому Люди, атмосфера У нас на правом В моем районе Можно увидеть таких персонажей Как пацанчики Ругающиеся матом И пьющие пиво Кстати На левом-то ни одного Не утрируя Не утрируя Я редко бываю на правом берегу Но просто У меня там брат живет Я так вот заезжаю Но не гуляю Пару лет назад Я заехал к товарищу Он снимал там квартиру На торговом центре Я прошелся по Кросстрабу Реально очень много людей Пьющих пиво На левом берегу Такого не встрея Вот просто повально Все идут с алкоголем Все Это такая штука Я аж удивился Я думал, что уже такого не существует А роща? А это считается нормально В роща я тоже не был Так ты нигде не был Так против центра, конечно Там очень много полицейских Кабулова центра Вот где мы живем А то и обсуждаем Ой, прям у нас такая Нет, ну справедливости ради Надо сказать, что Саш, но как будто у нас Ты сначала сходи на Кросстраб А потом ты поспоришь со мной Я не пойду на Кросстраб Ой, ребята Академгородок тоже спивает Крик души Боли всех Нет, конечно, пьют сейчас везде И все, к сожалению Да, но я вот прям в глаза так бросилась Может потому, что правда На левом берегу больше Где запрещенные места для того Нам нужно разбегаться по берегам А, мы возвращаемся Берег правый, берег левый Ничего не разберешься Независимо от того, на каком берегу вы живете Друзья, завтра в 6.30 Включайте программу «Новое утро» Для того, чтобы с нами встретить Это утро вместе в городе В Красноярске И я считаю, что у нас замечательный город Независимо от берегов Да, несущий город Но мы так не будем считать Еще полчаса Да, у меня пока нет квартиры Поэтому я в выборе Я люблю оба берега И правый и левый До завтра Хорошей вам погоды И всего самого наилучшего Еще полчаса Переключайтесь Продолжаем Продолжаем Выснять, какой берег Круче, лучше для жизни Более культурный И так далее Правый или левый Аргументы свои Присылайте нам В нашу группу ВКонтакте И в виде смс-сообщения На 90-20 С пометкой Утро Я живу на левом Антон на правом Вот Антон уверен Что его предмостная площадь Не сравнится Ни с каким Я не знаю Районом орбита Да? Конечно, нет Пишет нам смс-сообщение Наша зрительница 35 лет Жила на правом берегу Потом переехала на взлетку Когда бываю на Щерса-стрит Это возврат в 90-е Все тот же Неухоженный двор И так далее Но на левом В новостройках Никакой звукоизоляции Так, да Вот Вот Что важно Мне кажется, на правом Он более аутентичный В том смысле Что там больше Какой-то Исторической застройки Если можно так назвать Антон? Угу Антон? Что? Ну, продолжаем читать Все выезды Все выезды находятся на левом Автовокзал, ЖД и аэропорт Да, это правда Да Если хочешь уехать А в Гимногорске М53, пожалуйста Ты едешь по правому берегу Нет, подождите А в Гимногорске А в Гимногорске На правом пишут Приезжайте, будем рады То есть, а мы такие гады Тут на левом Живем Злодеи и кровопивцы Нет, это наоборот Левобережный скажет Что на правом злодеи и кровопивцы А, да Это правда Вот, все добрые Приезжайте Так, так, хорошо Первым был построен Правый берег И он останется первым Так На левом берегу Есть центр занятости населения Где выдается талон На прием В котором пишут Ваша очередь 19 Перед вами 18 человек Логично Так, так Мою долевую задерживают Жалею, что переехала сюда Куда? Куда? Куда сюда Скорее всего на левый берег Почему? Обожаю старый центр нашего города Обожаю магазины и кафе Левого берега Но живу уже почти 50 лет на правом И не собираюсь его покидать Наш город Хорош с обоими его берегами Самое удивительное Что на правом Вообще такая своя инфраструктура И мне подружка рассказывает Которая жила на правом Долгое время Она называет Какие-то названия Заведений Которые я даже никогда Не слышала И там какие-то клубы Есть свои ночные И кофейни И меня прям Это всегда помешает А вы едете за границу В другие города Узнаете что-то новое Не зная о своем городе Ничего Вот Улица Мира Раскрашенная Матрешка Ужас На правом скромнее И мне это нравится Живу здесь и работаю На Красмаш 43 года Так Печальнее правого берега Только люди живущие там Храм Уникальное место Конечно На левом берегу Намного лучше Развита инстраструктура Есть чем себя занять А в зоопарке Бобровой Не каждый же день ходить Вот набережная На правом берегу Вот Антон Как раз примерно От твоего дома И в сторону Пашенного Или Пашенного Как правильно говорить Двойная норма Да Уже двойная Почему бы там Не облагородить набережную Она Там есть в принципе Какие-то к этому подвижки Но Там можно было сделать Совершенно Потрясающий Вот такой Кусок Для променадов Для бега Я не знаю А что там нужно сделать Там бегают И гуляют люди Там есть лапки Урны Лапочек надо больше Там есть прекрасный асфальт Есть разметка Финиш Вася вернись Он меня Пугасит Я был там буквально Неделю назад Там великолепно Плавают куча уток Влюбленные пары Стоят и их кормят Как возле БКЗ Так что Самый лучший правый берег Живу возле Бобрового лога Свежий воздух Просто супер Так Заглянем в группу ВКонтакте Так Вот есть остановка Веселые ребята Так Обновим Обновим Сейчас Секунду Секунду пожалуйста Доброе утро Прожила 23 года на левом берегу В детстве очень боялась ездить на правый Скорее всего из-за трамваев Старалась вообще не бывать на этом берегу Но потом начала работать на нем И понравился Уже больше пяти лет живу на правом С мужем Люблю оба берега Но когда приезжаю сейчас на левый Мне кажется Что там слишком много народу Меня это пугает Вот видите Правый берег Человек изменил Что действительно на правом Ощущение того Что там меньше жителей Мне кажется Это вот какая-то Внутренняя иллюзия Антон Может быть Может быть Любить нужно Свой город А не его части Мы вообще этими словами Должны были программу закончить Зачем вы опередили Жили на левом берегу Пять лет Переехали на правый берег Там прожили 15 Красота Работа И сад И школа Спортивные секции Один патриот И роев ручей Много Много стоят Много стоят Так получилось Что живем на Краснодарской Сплошные пробки Очень скучаем Потому что ездим туда Заниматься акробатикой Уже несколько лет Видишь Нет Районы новой застройки Да Но это очевидно Неизбежно Просто мне кажется На правом Не такое количество пробок Потому что там Не такое количество Новых районов А новостроек Понятно построили дом Туда заселились люди На каждую семью В среднем по две машины приходится А там ничего не строится На правом Настя пишет нам Правый берег лучше Там есть очень красивый мост О каком мосту идет речь? Мичуринском Мичуринский красивый мост Оля пишет нам Доброе утро Я живу на взлетке Работаю на Мира И каждый вечер После работы Прогуливаюсь по Татышева До остановки На Октябрьском мосту Домой захожу Уже с счастливым человеком Левый мой Жила на правом Боялась иногда Выйти поздно вечером В супермаркет Знаете На левом тоже Вот на Калинина допустим Идешь ты и думаешь Вернешься Нет с хлебом Со своим Я за левый Пишет Светлана За Ястынское поле О Ястынское поле Представляете Вот относительно Допустим Центра города Где это? Ястынское поле Где дорога на Солнечный Пошла А дальше там Ястынское поле Когда тут начали жить Нерадостно было Стройка кругом А сейчас красота Для деток Каждый двор Лучше другого Современная школа За домом Стоят две аллеи Строят две аллеи Усильными темпами Недалеко еще одну аллею Наворного Краснодарская Нужно выехать В сторону Октябрьского района Пожалуй Объезжай пробки Через северное шоссе Ну пожалуйста Объезжай пробки Через северное шоссе Надо в гости к маме В сторону Железногорска Пожалуйста Мост Трисемерки Или через Крас Практически ежедневно Бываем на острове Татыш В 10 минут И там красота Обожаю этот район Прекрасно Хорошо Я думаю Что все вот эти вот жалобы На то что на левом берегу Много пробок Именно потому что Все работают На левом берегу Много пробок Что работают-то все На левом берегу Андрей пишет нам Это памятник Пьяному человеку С правого берега Потому что Все слева Дома сидят Ой конечно Интеллигентные И не выходят Считают Да-да-да Пастернака Ну в принципе Пока все Ждем еще сообщения От вас Сейчас будем Обновлять наш сервис И пока посмотрим Короткую полезную информацию И будем далее С вами обсуждать Левый или правый Свадебный костюм Должен выглядеть Празднично И торжественно Например Эта модель Приталенный пиджак Молодежные Зауженные брюки С заниженной талией Акцент на ласканах С атласными вставками Дополнением костюму Служит свадебный набор Тройка В сочетании С белой сорочкой Выглядит эффектно Галстук И нагрудный платок В кармане пиджака Одного цвета Запонки и украшения На узле галстука Также выполнены В едином стиле Красивый свадебный костюм Готов Еще одна тенденция В свадебной моде Костюмы из матовых тканей Они сшиты Из полушерстяных тканей Которые дышат А значит в жару В них не будет жарко А в прохладный день Будет тепло Костюмы синего цвета Также актуальны В этом сезоне Теперь несколько слов О сорочке Она и галстук Выполнены в свадебном стиле Белого цвета И цвета айвори Летняя коллекция костюмов Дешевле на 20, 30, 40 и 50 процентов Сорочки с коротким рукавом Дешевле на 50 процентов Красный квадрат Торговый центр Optima Первый этаж Новое утро продолжается Сейчас в Красноярске 9 часов 8 минут Первого гостя в нашей программе Мы встречаем Это Александр Николаевич Цаплин Исполняющий обязанности Заместителя главы города Руководителя Департамента экономики Здравствуйте Доброе утро Гость нас живет на левом берегу Мы уже выяснили Веду в банке Веду в банке Скажите пожалуйста Сегодня много говорили о том Где больше торгово-развлекательных площадей Где все-таки На левом или на правом На сегодняшний день Если смотреть в целом по городу Норматив обеспеченности Торговыми площадями Равен 694 квадратных метров На тысячу жителей Город Красноярск В целом опережает это практически В два раза у нас 1058 Фактическая обеспеченность Торговыми площадями Другое дело В качестве данных площадей То есть на сегодняшний день Так сложилось Что в городе На левом берегу Из-за рельефа Определенных пустующих площадей Там было построено И количество населения Естественно Было построено больше На левом берегу То есть Если смотреть по качеству То из Там скольки Из шести торговых центров На левом берегу К примеру Четыре с кинотеатрами А на правом берегу Кинотеатров всего два Как говорили Мечта и эпицентр И они отдельно стоят То есть они не Соединены ни с каким Каким-то торговым Развлекательным центром Поэтому определенный Дисбаланс существует Он сложился исторически Другое дело Что сейчас Постепенно Уже меняется В связи с развитием Новых территорий На правом берегу Ну эти вот А где их там На побережье А, да-да-да Так-так-так Новые кварталы То есть перележает Туда абсолютно Другой контингент людей Естественно Которым Инфраструктура Нужна ближе И уже под них В том числе На Злобино Где раньше был рынок Сейчас там Строится И уже построился Торговый центр Я не знаю С кинотеатром По-моему без И там церковь Ну в принципе Так или иначе Идет определенное Выравнивание Территорий В этом отношении Ну пока Дисбаланс Естественно Сохраняется Ну а по вашим прогнозам Когда это уравняется Или вообще Или нет такой необходимости Вот как вы считаете Я считаю Нет такой необходимости Все равно Исторически Сложилось так Что определенные Категории населения Живут в разных местах Поэтому Будет так Как будет Ну естественно Все это Выравняется Чуть-чуть Не будет того Как 5 лет Примерно лет назад Когда в одном районе Ну в советском в частности Где сосредоточено 30% населения Построили Один Второй Громадный центр С магазинами С кинотеатрами И все туда едут И все туда едут Да Сейчас постепенно В том числе И федеральные сети И международные сети Переезжают В том числе И на правый берег То есть В принципе Все выравнивается А вы можете Как-то влиять В этом смысле На сети Те же Которые к нам заходят И говорят Строите только На правом Например Или Лояль Сети Высказывают Свои пожелания Где бы они хотели Но А уже Исходя из наличия Земельных участков Им определяют место Они уже Соглашаются Не соглашаются С этим Это уже Второй вопрос Но у вас есть Какое-то личное мнение Что комфортнее Для жизни В плане Я не знаю Какой берег Неужели правый берег Такой Что нету там Где досуг Свое провести Таких местах Там Где досуг И каждый Во-первых Понимает Для себя По-своему Досуг А досуга Там Сколько угодно Как говорится От зоопарка С детьми До торговых центров Кинотеатров И так далее То есть Есть Все распределено Исходя из доходов И численности населения И потребности И потребности То есть Теоретически Если поставить Еще одну планету На правом берегу Она не будет загружена Так получается Ну так Теоретически Изначально Естественно В первоначальном этапе Да А потом Все равно Это центр Определенное Притяжение И со временем Ну так же Вот как сейчас Новый комсомол Постепенно Постепенно Все равно Раскручивается Ну меньше людей В других центрах Ну я не заметил Что их стало меньше Ну вот Ну в принципе И давки-то раньше Особо не было Но вот Хочется сказать Что тут наши власти Поступили хитро Потому что Спортивные центры Ну крупные такие Расположили На островах Между берегами Центр экстремальных Видов спорта Там дворец Имени спорта Дворец имени Ивана Ирыгина Тарелка Наш главный стадион На острове Татышева Очень много Спортивных площадок Поэтому там Весь город с двух сторон Съезжает У нас в гостях Был Александр Цаплин Спасибо большое Что пришли Пока картина такая Что на правом берегу Чуть меньше Торгово-развлекательных центров Но не исключено Что картина Изменится в скором Ну ведь не в торговых центрах же дело Конечно Дали у нас реклама в программе И будем обсуждать Ваши сообщения Сегодня среда Центр недели И говорим мы о погоде Прямо сейчас Облачно в Красноярске Будет идти дождь В течение всего этого дня Ветер юго-западный Будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду 21 градус сегодня днем Обещают нам синоптики К вечеру плюс 16 Давление на отметке 732 миллиметра Ртутного столба Спонсор прогноза погоды В новом утре Сеть магазинов Масей Башмаков Представляет 160 моделей Школьной обуви Ну что, почитаем Отличная история Претендент на наш приз Так Живу на планете И радуюсь Раньше жила в Первомайке Это поселок Первомайский Да, да, да Как-то в знак внимания Парень предложил подвезти Когда я сказал на Щерсе Он переспросил Щерса? А это в Красноярске Он просто как выяснилось В центре живет Ну, жил и не знал Кошмар Да На правом берегу Даже люди другие Как будто другой город Никто ничего не знает Не способный ответить На простой вопрос Даже одеты не по моде А если развалится плотина Его сразу смоют Кто-то очень какой-то Злужительный в обережье Надо по всем судить Если он встретил С злобный прохожий Это не значит Что все такие в этом районе Смотрите, какой у вас добрый И модный мозг Живущий на правом берегу Доброе утро Во время дождя По-левому Только вплавь Как пешеходы Так и автобусы А на правом Можно и пройти И проехать Ну да Нам тоже писали люди Что раньше жили на правом У них Им это не очень нравилось Сейчас они живут в центре Переулок Речной Так То где республики Кача Где я плавал на матрасе Да То есть раньше у вас Было загазовано На нефтебазе Там ездили поезда А теперь после каждого дождя Вас просто топят Плавают на матрасе И из дома не выехать На машине Если вы Родилась и 20 лет Прошла на правом берегу 7 лет Живем с мужем на левом В принципе одинаково приятно Но когда муж начинает негативно Озываться о правобережье Становится обидно Вот так Живем с мужем на левом Никак не могу заставить Поехать прогуляться на правый Он считает Что берег скучный И слишком промышленный Как уговорить съездить На Каменку Например Слушайте мы тоже с мужем Поехали на Каменку Как мы плутали Мы дали Четыре круга По Мичуринскому мосту Что-то как-то там Нашли с большим трудом Парковки там Нет Там был ресторанный день На Каменке Мы измучились Но место любопытное Конечно Ну Не многие просто знают Что Каменка находится Во дворце молодежи Этого района И когда ты там Где-то вводишь на картах Каменка Не сразу можешь найти Антош Вопрос даже не в этом Дворец молодежи Там попробуй найти Если ты не местный Живем в Северном Уже 22 года Ни на что не променяю Этот район Есть все необходимое Общаговая доступность Ледовый дворец До острова Татышева Рукой подать И дом будем строить На Авином Я за правый берег Живу в районе Улицы Юности Во дворе Шикарный Главный шикарный парк С фонтаном И детская площадка Всегда Енисей холл За домом бассейн ДК 1 мая Стадион Енисей Хоккейная школа Ездит погулять с ребенком И обеспечить его Различным досугом Вот именно Так Я сама живу всю жизнь На веселых ребятах Поэтому наверное Ко мне много друзей Вкусы ходят Вот веселые ребята Сегодня активизировали Но история о другом Правый берег Это шесть Дело было на юбилейной Одна моя знакомая Наращивала там ногти на дому Выходит она значит Из подъезда Темно Поздний вечер Зима Только дверь закрывается Она видит как на нее Бежит мужик И кричит Дай ногти Слава богу Машина стояла Прямо около подъезда Она успела в нее прыгнуть Он добежал И начал ей стучаться в стекла Она еле успела уехать Жуть Теперь на правой дне ногой Чего мужик этот хотел Так и осталось неясным Может он в любви Хотел признаться Посмотрите теперь статистику По преступлениям Которые хуже закончились Они на левом берегу Есть такая остановка Хутор Причем на левом Правый берег лучше Больше зелени С парковкой лучше Это я как водитель говорю Никогда проблем не было В отличии от левого Там едешь и боишься Как бы встреч Не поехал никто на встречку Иначе не разъедемся Вот так вот Пишите нам ваши сообщения Левый берег Это культурный центр Театр обера и балета БКЗ Кровеческий музей Часовня На караульной горе Символ нашего города И многое другое Я левый люблю За такие места Как Дом кино Так Китс Так Набережная Филармония твоя любимая Филармония моя любимая Ну вот какие-то такие конечно вещи Я вот даже не помню Зачем я специально бы поехала Вообще Что бы мне стоило ехать направо Это было два раза Вот Каменка мы ездили туда На ресторанный день И еще я искала Павлопосадские платки И вот настоящие Павлопосадские платки Продавались на правом На Павлопосадской На пересечении Не на Красрабе Где-то в общем Да где-то там Где-то вот А ребенок у меня вот любит цирк Я не очень люблю А ребенок любит цирк Но туда я отправляю с ней родных В цирк Есть с Солей Сам цирк просто Не любит Людей Ждем ваши смс-сообщения И сообщения в группы ВКонтакте На правом берегу есть Эйрпарк Кузнецова Где можно полетать На самолетах Як-52 На Сибирской Тайго И по тущим вулканам Черная Сопка Руслом рек Базаеха И Несей Свежий воздух И много эмоций Все это правый берег Мне кажется Что люди Когда вот пишут О достоинствах Левого Правого берега Все вот Ну По большей части Привирают И прикидываются Что они Ну не может человек Современный Посещать все эти места Очень часто Допустим Ну вот Бобровый лог Роев ручей Ну ладно На правом он находится И что Правильно Да Действительно Не кажется Театр оперы и балета Вот вы Вы каждые выходные Туда ходите? Нет Антон Я не каждые выходные Но филармонию Я хожу достаточно часто Ну филармония Ладно Там иногда Привозят А клубы все Я не знаю Рестораны Какой ресторан На правом берегу Ну давай Прекрасная Клоака Ресторан Находится На Театре оперы и балета Ну вот В этом районе Да в центральном Как съезжаешь с моста Поэтому мне в данном случае Тоже А что там Ну все клубы Там вот Какие клубы Колорадский папа Нет Я тебе про левый говорю То есть На правом живет Ты можешь Ну легко переехать Нет Мои любимые заведения Это не реклама Это заведение Исключительно Беллини Групп Они все на левом Вот кстати Колорадский папа Отличный выбор И многие с левого Едут туда Но там особая атмосфера Вот именно На правом берегу Есть оази С район южного берега И малых кварталов Красота там такая Что вряд ли дворы На левом берегу Могут сравниться Плюс еще постоянно Проводятся разные мероприятия Скоро будут проводить мероприятия Наподобие Арбата В Москве Обещают сделать Красивейшую набережную С выходом на остров отдыха В ближайшие пару лет Так что правый берег Вполне конкурентоспособен И парковок Тут проще Но это же совсем Маленькая часть Вот этим Вот этот красивый южный берег Мы из зеленой рощи И жить у нас проще Да Мы из рощи Мы попроще Вот так надо Обстать На левом тоже есть интересные памятники Например Бетономесителю Смесителю Жаби Инспектору ГАИ Рафшану и Жамшуту А также Дубенскому Поздееву Горькому Пушкину Чехову Оставь его Обалакову Да, Рафшану и Жамшуту Действительно есть А где? В зеленой рощи Насколько мне Серьезно? Что-то я совсем Они не медные Не из металла сделаны Беда в том Что я не просто Любитель И сторонник Левого берега У меня все гораздо Уже Октябрьского района А конкретно Копылова Керенского Но максимум Удоботаническая Я вот редко Куда-то выбираюсь Знаешь, там есть Юнаты Юнаты, да Центр Академии городов Мне тоже очень нравится Давайте сейчас посмотрим Небольшой рекламный сюжет После чего продолжим Обсуждать совсем немного времени До конца нашей программы Остается Шесть минут Еще Не хотелось привязываться Как обычные сбитые цвета Для девочек розовые Хотелось активно Желтые, салатовые, голубые В этой квартире почти все потолки натяжные В детской дизайнер проекта Ирина Дичок Предложила сделать клиентам Многоуровневый цветной потолок В гостиной Классический белый сатиновый потолок В столовой в коридоре Чтобы объединить Белые цветные стены Был использован белый матовый потолок И эффектный черный глянцевый Который зрительно расширяет пространство Основная задача была Сделать быстро, качественно, идеально, ровно Возможности сейчас использовать Натяжные потолки Довольно-таки большие То есть можно сделать Несколько уровней Можно использовать Глянец Где-то матовые поверхности Что вот в интерьере Вообще незаменимо Цветной потолок способен Придать интерьеру изюминку Раскрасить наши серые будни И такие потолки, как рассказывает заместитель директора компании Натяжных потолков Ирина Цурикова Заказывают часто У вас есть уникальная возможность Установить цветной потолок Со скидкой в 70% Яркие потолки впишутся в любое помещение Но особенно они нравятся нашим маленьким клиентам Если вы установите потолок в детскую комнату То мы обязательно подарим вашему малышу Нашего милого плюшевого мишку Еще один способ сделать интерьер ярким и неповторимым Это фотопечать При помощи фотопечати вы можете создать в комнате Ваше личное небо На потолке даже холодной зимой Могут распуститься орхидеи, ромашки, маки В классическом интерьере уместны узоры, орнаменты Также можно обновить свой интерьер Без каких-либо дополнительных затрат на ремонт С помощью фотопанно Которое вы также можете заказать в компании Блейхерт Освежите интерьер Добавьте в него ярких красок Установите цветной натяжной потолок Со скидкой 70% Или закажите потолок или панно с фотопечатью Звоните 22-22-111 Компания Блейхерт Партнер программы Новое утро Сеть магазинов Эконом, мир, одежда и обувь в розницу По оптовым ценам Я и моя подруга белая футболка С надписью Мое новое утро на перце Готовы подводить итоги Давайте, сейчас быстренько смс Доброе утро Что вы сравниваете театр оперы и балета Вы зайдите к нам во двор У нас вечером такой балет и цирк Хоть наши актеры не заслуженные, не народные А футболку я хочу отдать сегодня девушке Которая Которая жила в поселке Первомайске И когда попросила парня подвезти ее на Щерса Он переспросил в Красноярске ли это Номер телефона этой девушки заканчивается на 72-65 Приходите к нам на Копылово 50 за прекрасной футболкой А лучше найдите этого персонажа Отдайте ему Да, да, да Есть Щерса И сейчас Куда вот в этой футболке Марина пишет нам вконтакте У нас там правом Есть Саян и Ройл И в апреле к нам приезжал Тимаси Вот так У меня нет аргументов Да ладно, Саян и Ройл У вас на Щерсе есть Саяны На Павлова Да, очень много Наверное, не успеем все прочитать Левый берег лучше В центре парки, кинотеатры В Покровке, Непробок Кофе можно выпить Татьяна Ушакова за кадром Перед работой Шашлыки во дворе У нас есть красивые Красивые ускорки Татьяна Ушакова Любитель кафе Саян Утверждает, что больше их нет Нет, говорит, не любитель Каштую пятницу Почему нет-то Саян Если я был там в прошлую пятницу Ты там был? И видел Таню? Конечно И видел Таню? Да нет, Таню я не видел Кафе Саяны работает Напротив стоит купеческий Где находятся Саяны Ройл, уже ночной клуб Это совсем другой уровень О май гад Я ни за правый, ни за левый Лучше всего в Покровке Вот так Покровка ни правый, ни левый Родилась и живу на левом Правый берег вообще для проживания не рассматриваю Вся инфраструктура на левом Можно найти кучу аргументов В пользу правого Но левый объективно круче И это понимают даже жители правого Просто не хотят признаваться Если, допустим, ваша работа расположена Где-нибудь на партизана Железняка Или на взлётке И у вас стоит выбор между переездом В Октябрьский район Ветлужанку Или на улицу Крайняя Которая вот тебе через мост проехать То посмотрите ещё раз подумайте Правый берег выбрать или левый Ну то есть жить около моста Это, по-моему, вообще нормально Да? Люблю левый берег, Октябрьский район Тут много парков и лес рядом Тут городок, набережная в Академии Горы на Удачном Мыс Сопка, всё рядом Живу в Красноярской земле Жилая на правом и на левом Знаю отлично весь город Никогда не заблужусь Ни в Северном, ни в Ветлужанке Ни в Черёмушках Мои же коренные друзья Красноярцы, живущие на левом Услышав про правый берег Делают страшные глаза И называют это Ой Ой Ну а чё? Не, у меня вот много друзей живут на 60 лет октября Они очень довольны У них там есть специальные ларьки В которых ночью всё можно Ребята Прости, пожалуйста Что такое каменка? Уже только глухой не знает Потому что не слышал Да, все слышали, конечно Попробуйте доехать туда Я знаю, что Горесоранный день круто Я была Классно Мне тоже там нравится Да, просто ехать далеко Вот так Смотри, откуда Смотри, откуда Привет, девушки, на которую напали на юбилейном Причём тут вообще берег Это я нападал Неадекватов везде хватает Что на левом, что на правом Ну что Завтра тема Нового утра на перцы Мне жалко Выкинуть Или выбросить Жалко выбросить перец Да Что вы храните И никак не можете с этим расстаться Хотя вещь ненужная И давно уже пора отправить В мусорное ведро Мы пойдём упаковывать для вас Новые подарки на завтра Ну а вы завтра включайтесь в 8.30 8.30 или ТВК Или перец Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok